Ну вот теперь уже точно, друзья, в последний раз на сегодняшний вечер мы говорим вам привет, мы продолжаем все еще смотреть за матчем Crazy Cloud 9, счет в серии у нас 1-1, интрига, третья решающая карта, напомню, что это игра на выбывании, и сейчас по исходу этой карты будет понятно, кто продолжит свой путь в рамках турнира BTS Pro Series, Америкас по нижней сетке, ну а кто, собственно, выпадет? Вот, и вроде после первой карты казалось, что вот она, победа Crazy уже близка, буквально дожать клоудов и все будет в порядке, но нет, хитрый Эйс придумал какую-то имбу, которую, собственно говоря, стал, кстати говоря, обузить совсем недавно, то есть вот прошлый матч, я смотрю, от Эйса там такого не было, доминаторов он не покупал ни на ком, ни на каком персонаже, это вот конкретно в этом матче, первой, второй карте, куплен доминатор и просто переформил всех, пришел, всех убил, так что игра имени Эйса, вторая карта была. И камбэк имени Эйса получается. Смотрим на третью, и тут у нас появляется Герокоптер, на котором Эйс пытался первую карту с этим же доминатором победить соперника, но там немножко не получилось. Да, там не получилось, но к нему вопросов никаких не было, он очень быстро фармил, что в первой, что во второй. Здесь начало распика, мне не очень нравится у Клоуд Найн, Герокоптер, возможно, не тот герой, за которого им стоило цепляться, возможно, они могли забрать себе Драгонайта, например, в первой стадии. Теперь просто большой вопрос по отношению к Энвину, о ком он собирается играть, чтобы получилось так же хорошо, как на ДК. Андайанг, окей, ну, Герокоптер. Я посидел, поразмышлял на самом деле насчет доминатора в перерыве. И какие-то, знаешь, может быть, мысли до меня доходят, для чего он берется. Это ведь предмет, который, во-первых, состоит из не очень дорогих вещей, которые очень полезны на линии. Ты покупаешь себе хедреску, да, например, помогает тебе, помогает саппорту. Корона недорогой предмет, как замена условному рейсбенду. Сразу, Димон, да, но это прям притянута за уши, потому что доминатор он покупал уже, находясь в лесу, все части. Он на линии стоял только с рейсбендом и с ботинком. Потом, когда он ушел в лес, он покупал... Я думал, он хедреску все брал. Нет, нет, он только в лесу покупал все части от доминатора. На линии стоял два рейсбенда и фарм. Понятно, почему этот предмет ускоряет фарм? Я думал, он типа берет именно части себе на линию. Не обращал внимания на это. Нет, нет, нет. Это уже притянута за уши. Ну, кстати, много героев в таком случае, которым подойдет доминатор. Можно там найти Рейс Кинга какого-нибудь, Луну какую-нибудь вспомнить, откопать. Ну, те керри, которые при получении определенных денег и при имеющемся должном крутом фарме могут быстро вытеллейт и победить. Ну, вот я не знаю, на Медузе надо покупать доминатор, допустим, или нет? На Медузе нет. Ну, тоже вопрос, почему? Потому что основной из главных свойств, что дарует доминатор, ну, помимо крипа и того, что мы обсудили, там, стоимость невысокая и так далее, это ведь еще 20% лишнего базового урона. Базовый урон хорош у лукачей зачастую. Медуза лавкач. Забустить Медузу, которая возьмет себе дополнительную скорость атаки с крипом, и базовый урон будет высокий. Не знаю, может быть, и так сейчас стоит одеваться. Гирокоптер тоже лавкач, определенно. Поэтому, ну, в общем, нам и продемонстрировали, что доминатор может убрать. Так, ну ладно, с этим доминатором разберемся сейчас по ходу карты уже, будет он или не будет. Пока быстренько по драфтам, что получилось. Бесмастер на ФП, закрыли ондайингом гирокоптером, Рубик от команды Крейзи во второй стадии, Дизраптор в ответ Гримстроук, Тайтхантер и пикнут Джиггернаут. Конечно, когда Тайтхантера в Рубика пикают, это всегда очень странно. Тайтхантер может даже ультимейт свой не нажать, если все правильно сделают Крейзи с Гримстроуком, с Бестмастером. Ну и Джиггернаут, да, который тоже на линии, достаточно неплохо против Тайтхантера в оффлейне. И потом, может, за Додж и Тревидж. Не рановато ли взяли Тайтхантера? А может, это очень сложно, может, мид? Прям мастфайт такой жесткий, у них опять железная, железобетонная драка 5 на 5. Под ондайингом, под этим. Они вот, кажется, прочувствовали, что вот ондайинг, это хорошо прям. И какой-нибудь герой под доминатор для рейса. Вот, может быть, в этом их стратегия основная. Байндшторм. Байндшторм. Я очень надеюсь, что это не Квапа. Они очень сильно будут привязаны к большим ультимейтам. Но большой ультимейт пока только у Тайтхантера. Остальные КД достаточно маленькие. Ну, герокоптер 90 сейчас. Тоже не так мало, как раньше. Да, ну, без мастера там чуть больше 60-70, по-моему. В чем разница? В Джаггернау-то больше. Ну, появится Квапа, будет два больших ультимейт. Ну, понятно. Пока один. Копи-Ультимейт можно подрезать по кулдауну. Аганимчиком прикупив. Тси артефакт. Так, ну, интересно. Закрывающий будет у Cloud9. У Энви будет возможность все-таки взять героя лучше, чем будет у Брайла. Что уже неплохо. Так, мне просто очень момент один интересует. Сейчас вам покажу, друзья. Так, обновленный коэффициент от нашего партнера пари матч на эту карту. Ну, и на матч в целом. 1.65 уже на Крейзи. 2.15 на Cloud9. И вот выясняется, что, оказывается, команды по силе вырапниваются. Не совсем еще близко. Все еще фавориты Крейзи. Но это не те полтора и там 2.48, что было... Это не те четыре, что были через пять минут после начала второй. 4.2 там было в один момент. Ага. С этой стороны Клопа. С этой стороны, с этой. А здесь посложнее ее ловить? Ракета не страшно, рэвидж окей. Ну, Дисраптор может при желании что-то там правильно нажать. Так, не проиграть ли не копия? Где он? Где он? Звучит как неуполнимая задача просто. Не проиграть не копия для Envy. Вайпер может какой-нибудь. Кто еще? Пак. Вариант. Тоже массфайт очень сильно бустанет. Ну, он до Shadow Strike, он хотя бы на линии нормально стоит против Клопы. Ну, если мы прям конкретно рассматриваем героя против Клопы. Оу. Медовый Тейт Хантер. Энди Медовый на ЛТ. Ну, типа, скидываем себя Shadow Strike, я так понимаю, да, такая идея? Судя по всему. Ну, и каков ваш будет аргумент? Мне снизу нравится. Мне нравится, у меня вот единственное сомнение по Тейт Хантеру. Тут главное Мизери не проваливаться, не отдавать Мон Миндеру ультимейт, стараться не ловить сайленс. На Тейт Хантере прям многое будет висеть. Ну, туда Тейт Хантер, ну, скорее туда от Мизери, наверное, да, больше зависит. Осталось 10 секунд. Тейт Хантер кнопку свою нажмет. Вопрос Минды. Мон Миндер сворует эту кнопку или не сворует? Не жаловат ли пику Cloud9? Кто будет в доту просто играть? Ну, хорошо, раз в какой-то момент они вылетят, дадут реведж, может быть, выиграют файт, потом что делать? Мне кажется, им нужно здесь принимать, а не нападать. Где-то приняли бой, получилось, снесли вышку. Примерно как на прошлой карте, там ведь тоже Крейзи старались сначала играть первым номером. А все это время Герокоптер будет фармить. Герокоптер до поры до времени будет фармить быстрее, чем Джиггернаут. Джиггернауту для того, чтобы сравняться с Герокоптером, нужно какое-то предметное ускорение фарма. Мом? Может быть и мом. О, от скитера, это не тот специалист, который покупал там у нас... Угу, он самый, он же проиграл ту игру. Он проиграл Рапири у Герокоптера. Последняя игра против Квинсикрю в групповом этапе. Где мы уже были на 200% уверены, что выиграют. Да-да-да-да-да, там нюанс возник. Небольшой такой нюанс. Ох, друзья, как-то все прям сложно становится в рамках этого матча. Ну, давайте поглядим. Конечно, ребята настроены максимально серьезно. Ни те, ни другие не хотят вылетать. Для Крейзи будет совсем обидно. Они так здорово раскачались по ходу турнира к концу групповой стадии. Все вроде неплохо. Вышли в плей-офф. Тут отлетели раз. И готовы в шаге от того, чтобы отлететь два. Не от кого-либо. От клоудов, в которых они 2-0 в группе пинали ногами и руками. И всем остальным. Ну, хорошо. Посмотрим по линиям. По линиям пока расстановка мы видим дефолтная. Опять-таки, лейт. Если говорить о лейт, мне тоже команды Cloud9 лейт нравится больше. Потому что, ну, там просто ультимативно. Там Тайтхантер, Гирокоптер с рапирами, Дизраптер с аганимом. Там вообще просто бомба. Легионг, даже если там не сможет хорошо вписаться в эту игру, затамповать, то это как минимум пресс-затак шикарный. Вообще там по области какой-то может залететь пресс-затак. Что бафает Гирокоптер, что стреляет еще мощнее. Опять кейс. Ну, не знаю, если вторую, третью карту закерировать получится или не получится. В общем, поглядим, посмотрим. Ну, в бой. В бой. Поехали. Брайл против Энви. Ну, вообще, идея, конечно, то, что Легионг сбрасывает там с тебя дебафы, это круто, но мы там смотрели по кулдауну. По-моему, такое матчапо уже видели. По-моему, было, да, клапа против Легионга? Легионки. Я уже помню, что я это обсуждал. О том, насколько сильно пресс-затак прям помогает. Так. Ну, если это так, то, возможно, это Тандр Предатор против С9. Тандр Предатор играли с Легионгой. Ну, нет, там была не квапа. ФБ, смотри. Там были квапы. Снизу. Скиттер. Хилку сбили. Сбили хилку, да, это круто. Руны забрали две ребята из Крэйзи. Одну Клауд Найн, одна у них осталась. Никто и не взял. Ну, на будущее там для Энни того же. Вот что-то подобное было. О чем там речь влазь? Влазь речь о том о кулдаунах. На Шадоу Страйк и на Презо Атак. Так, хватает ли на каждое Шадоу Страйк Презо Атак? Примерно такая была история. Кулдаун 16, 15, 14, 13 секунд. У Брайла на Шадоу Страйк 16, 15, 8 на 4. Но чем больше Шадоу Страйк прокачиваешь, тем меньше шансов его сбросить. Начиная со второго уже. Не получится сразу сбрасывать. Два подряд. ВК ЛЦ начинает хорошо. ЛЦ просто милишник, атаки побольше. На этом можно выезжать. Энни вкачал пассивку. Погибает Монминдор? А Брайл вообще же не вкачал Шадоу Страйк. Монминдор. Тикей еще один, нет? А, ну ладно. Еще один нужен. Он на сапоге. Там танго работает. Не, наверное, не убьет. В итоге выпал сделали для Пайлайдая. Нормально. Вели-вели-вели крипов. В итоге Пайлайдаял саграл нейтральный кэмп. И в итоге получилось круто для Пайлайдая. Гирокоптер фармит спокойно при всем при этом. Бегает Хизу, зонит ПЛД. Монминдор там хилкой восстановился, конечно. Но что-то так себе момент получился для команды Крейзи. Немножко проворонили. И скрип статит. Ну и в центре Легионка хорошо себя чувствует против Брайла. Брайла 6 на 1, 8 на 3 Энви. Ну, он милишник с топориком. Естественно, добивает крипов, находясь... Ой-ой-ой, ты посмотри, как снизу плохо у Джиггернаута. 1-1 крип. А. Фарма-то нет. Крит сейчас хорошо залетел. Залетел, конечно. Но это второй только. Маловато будет. Не может Ауи от зонит соперника. Мизери тут на этой линии стоит. Снайкинг спамит, будучи дизраптором такой четверкой. У него еще манга. Базилию взяли себе, чтобы ману восстанавливать и на Тайтхантере, и на дизрапторе. Все, спам, спам, спам. Скитер остается одним танком только. Больше... Нет хапоригена. Что-то где-то вот как-то не пошло. То ли закуп, может быть, не самый правильный был. Может, о первых пачках просто пока так не повезло. Дальше будет получше. Не знаю, посмотрим. Выпуливать по 20 надо. Крипов. Одного сагрили. Ранжевичка, по-моему. Да. Только два будут идти под вышку. Скитер гаш опять получает. Очень болезненный гаш, на самом деле. Так много урона наносит. Прям видно это под джиггернаут. Он прям без здоровья остается. Хотя гаш единичку. 110 урона на первом уровне. Мощь на них. Джиггернаут очень сильно, конечно, пострадал на линии в самом начале, когда фласку потратил и ее сбросили. По-любому зарешал тоже. Его просто долго не подпускали к крипам из-за того, что очень мало здоровья было. На тангусах пытался выезжать. Ну, линию сломать здесь не дают. Вот сейчас два крипа погибнут. По идее, скитер получит под свою вышку пачку. Если не выпалит снайкинг. А, ну нет, свои крипа подошли. Надо пробовать Ауи, наверное, двойную отводку это сделать. Прям максимально линию сломать. Чтобы скитер какую-то там одну-две пачки постоял под своим тавером, побил. Потому что так-то стоять неприятно все равно. Мана восстанавливается хорошо в снайкинге. Гейммизери. У них спам имеется, они продолжают. Надо просто кидать гаш какой-нибудь. Гарсмэш под не попал. Рейсбэнт на собирался. Но все равно линия тяжелая. 11 на 2. Поднимает немножко крипстат. Ну и, кстати, почти догнал гирокоптера. Видимо, и не сказать, что у гирокоптера хорошо дела идут. Мы видим, что Монминдер здесь здорово старается. Потому что он тоже выпуливает. Тандайк не всегда может помочь. И двойная пачка просто сейчас какая-то шикарная для Киза идет. Вух. Ну тут целый левел можно взять. Еще и Монминдер Экспу не ворует пока. Сейчас придет, конечно, поворует. Сможет и Кизу все это обработать. Обрабатывать надо. Рейджвик аут уже не успевает. Нормально. Что в центре? 24 на 7, 21 на 3. Пока на равных стоят, на самом деле. Третий пресс за атак. Выкачивает Энви его. Шадоустрайка вообще нет. Ну Брайл в итоге перехитрил. Да, получается. Мне кажется, Энви вот сейчас, зная, что Шадоустрайка в принципе не вкачан, захотел бы, наверное, иметь отзыв, а не Фрайзова, как думаешь? Может быть. А с другой стороны, это позволяет тебе просто подольше стоять на линии без какого-то регена. Мана, правда, закончилась. Клауд Найн. Я с Энви даже спорить здесь не буду. Он точно знает, что он всегда делает. Он точно знает, но это просто не всегда работает. Здесь пока нормально, значит, какие вопросы к нему. Ну да, главное, крипов имеет. Это самое важное. Вот две баунти разделили. На этом спауне, ну там очень классно в итоге сместился Дизраптор, Снэйкинг подошел заранее. Вот ту еще первую баунти забрал, которая на нулевой появилась. И сразу же дождался второй и две подряд в итоге. Ну понятно, что... Интересный билд. Смотри. У кого? У Мизери. Гаш максит. Он дамажит. Видел. Он дамажит. Он почувствовал то, что под джиггернауту прям как-то слишком много урона с Гаша залетает. Шел, что будет обузить. Тем более базилиюс-то купили, можно спамить. С другой стороны, что Гаш может быть не так сильно скалируется с левелом. Хотя по полтиннику добавляет с каждого урона, с каждого левела прокачки. Просто потом, если не будет выкачан якорь, в лесу не пофармить, если что. Если понадобится это делать. Как мы знаем, Тедхантер способен даже Эльшинтов фармить очень хорошо. И стаки спокойно фармит пачками по 3, по 4. Ну, лес, видимо, и не его задача, да? Потому что опять мы говорим о том, что есть гирокоптер, который будет лесом выкачивать. На топган, кстати. На гирокоптера Квапа летит. Кабаны замедляют. То есть очень тяжело. Здесь Квапа будет убивать. Да, ФБ. И Пайлайдай туда же. Великолепный выход от Брайла. Через телепорт на вышку. Максимально сделал все, чтобы его никто не заметил. И сразу же будет выход на Т1 под катапульту. Прекрасный мув. Хорошее смещение. Странно, что Клауд Найн к седьмой минуте не обзавелить одним вардом на лейнинге, да? Чтобы защищать таких гангов. Достаточно простых, прямолинейных. В центре Энви в итоге заставил сместиться Румен Миндера. Сам перешел на топ. Грамотная игра от Энви. В итоге тоже пушить не позволяет. Обманул немножко соперника. На смерть гирокоптера это неприятно. Пока мы видим, да, вот ПТМ, стикеры. Избрань все равно, конечно, многое имеет гирокоптер. На Творс удержится. Третьим пока аккуратно достаточно. Лучше гернаута обгоняет, это самое главное. Ну и куда есть? Пока в миде постоит. Но Легионка не может быстро сместиться в мид, опять же, потому что ТПшку потратил. Гирокоптер займет ее позицию. Попытка убить Ауи. Его возвращают, и Ауи просто умирает. От рук Мизери. Мизери вкачала через Меш 2. Урона хватило. У него 2 брейсера, у него 900 голды. Интересно, что будет покупать. Давненько Тайтхантеров не видел. Даже не представляю, какой там билд может быть. Энви Худ к себе купил. То есть, возможно, Пайп он соберет. Не знаю, может быть, просто Худ Вудом останется. Я думаю, что у Тайтхантера все равно надо купить Пайп. Ну, точно нет смысла Кримс набрать. Да, Владмир нормально, Пайп нормально. Не знаю, ну, блядь ли мы надеемся увидеть какой-то дэдэмэдж Тайтхантер через Солар. Грейпсы, может, какие-то. Грейпсы нормально. Наверное, нападают на Топио. Смедленят кабанов. Фенби живет пока. Ну, с Худом тут его убить не хочется, конечно. С другой стороны, ну, если смотреть, чем убивать, магии не хочется. Физикой можно убить. Праймал Рор, бьем кабанами руками. Тоже как вариант. Пытаются вышку развалить на Топио сейчас. Смещение вниз от Энви. Та же команду подзывает свою. Надо продавить Скиттер на Джиггернауте. Опа, внезапная дуэль. Произ атак, Скиттер вообще ноль. Реакция Бэдфьюри. Там будет дуэль просто. Там нет маны на дуэль. А, лоп. Нет, нет маны вообще. А, и рэвэджи. Я пятый уровень, скорее всего, не шестого. Куда они лезут? О, получил рэвэдж, нет маны. Лол. У них маны нет. Они получили шестой. Надо уходить. Странно, атака максимально мемная. Ну, конечно, рейдинг в ответ тоже ничего не сделает. Хотя и Брайл здесь. У него вроде бы есть Соник Вейв. Но тут сколько героев команда Дайр? Пять. Они все тут? Да, они все с Раптора, нет. А где Дирак? А, он в центре стоит. Ну, на топе фрифармит Кизу. У Кизу топовый нетворс вообще на карте, если что. На этом бестмастере. Помним силу Доминатора. Доминатор покупается. Но на этот раз не на кере. Все-таки постояли снизу, сделали ТПшки. Поняли, крэйзи, что, наверное, вышку защитить будет нереально трудно. Захватывается об анпост. То же самое сейчас делает Скиттер на топе. Вышку в центре постараются разменять. Кизу переместился уже сюда. Тир-2 не осилит, наверное, на топе. Решили, что тир-1 по центру проще. На самом деле, тир-1 по центру и профитнее, чем... Ну, чем вышку, которую они потеряют снизу, допустим. И вот уже стягиваются клауд-нен. Кажется, хотят здесь подраться. Мизери здесь. Хватает маны на реведж. Будет ли глимс какой-то на Брайло. Нет, вышку просто отдают. Еле-еле ковыряют тавер снизу, конечно. Но как-то вообще прям пуш весьма сомнительный по качеству. Вон Миндер сейчас пачку за собой еще заберет, смотри. Пушьте сами, пацаны. Как-нибудь. Да, реально забрал пачку крип. Десятая минута. Руны забрать. До зони такие. Зупа Мизери будет ли Праймал Рор? Четыре достанутся. Крэйзи. Праймал Рор. Мизерю. Лепло. Они реально четыре? Они две законтролили снизу, да? И две от этого могут законтролить. И тир-2 по центру. Пока давление, конечно, очень серьезное. Стороны команды Крэйзи играют первым номером, объективно. Продавливают. Бистмастер на ФП. А что такого? Ну, это не новость нынче. Ну, я к тому, что насколько большой объем работы этот Бистмастер сейчас делает. Это правда. От него играют. И благодаря этому герою спушили уже пару вышек. И продолжат, по сути, так же действовать. Смог от Дайра сейчас. Обратите внимание на Эйс. Он купил корону. И мы понимаем, к чему это идет. И атака на того самого Кизу сейчас может пройти. Догадается ли Кизу, что по его душу выходит. Ну и Снейкинг. Где же Глимс? Глимсует. Находит. Да, и здесь должны убивать спокойно Кизу под дуэль. Хороший ганг получился. Так, немножко, конечно, ненадежно. Показалось на секунду, что сможет у тебя Бистмастер. Но не ушел. Важное, важное убийство. Вот снизу сейчас попробует Ауи перехватить. Ауи книжку взял. Транквилы. Пиги Ауи. Телепорт есть. Строк оф фейт. И тп, 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 тп. Ауи. Ауи, ауи. Че он делает? Че он делает? А, ну, понятно. У соперника нет станов. Плевать. Можно и так играть. Там Глимс потратили. Глимс КД миллион. Брайл на Мизери в центре. Нет, Мизери уходит. Купил фейзи. С Ол Рингом обзаводится. Энви тем временем. После худа. Джаггер камбэкает понемножку, я смотрю. Пятый Нотвор. Стоитхантер обошел уже. Пока Скитер вне команды. Зафиксировался в Чужом Лесу. Два Рейс Бенда ПТ. Левел 8. Ну, яш какую-то себе вынесет. Не Доминатор, да? Ну, Геркоптер все равно пока впереди. Хотя уже отставание, конечно, минимальное уже. Чекер на аута. Их сработает на двух спаунах. Хорошо действует. Кабан, правда, пришел. Мешает. Там не только Кабан, там еще... Не стоит увидеть. Да, этого дико крыла. Потому что сейчас намекает на то, что Бестмастер где-то недалеко. Ауи. Ауи может пострадать. Дуэль надо дать выиграть. Что-то он развернулся прямо в сторону соперника. Пошел не в сторону Бестмастера. Интересно. Хотел он к Свалам застанить, но... В итоге подарил дуэль. Пришел только в лапы к Легионке. Ну, парочка убийств таких вот абсолютно ненужных для команды Крейзи. Абсолютно важных для команды Клауднайн, естественно. Да, потому что Легионка там вторую дуэль подряд выигрывает. И все вот обосновались во Вражеском Лесу. Несмотря на то, что у Рейдентов здесь вроде как обзор стоит. Они вроде все видят, но выгнать соперника они просто не могут. Коэффициенты очень интересно изменились. Это париматч. В данный момент команда Крейзи еще больше подтверждает статус фаворита. 1-1-35. 3-0-5 на то, что Клауднайн эту карту выигрывает. Ну, друзья, я могу напомнить, что после первой карты КФ 6.5 был на победу Клауднайн. Теперь 3 как бы. Ну, правда, он повысился. Да, понятно, что вот мы смотрели на драфтах. Там коэффициенты вообще были 1.6 на 2. Короче, так вот они. То вверх, то вниз. Ну, провели просто парочку хороших маневров все-таки ребята из Крейзи. И нельзя это как-то вот списывать на ноль, да. Потому что реально было важно. Кстати, вот Тайтхантер, то, что не взял Худ и не будет его себе брать, это ему, кстати, дорого может стать. Потому что, ну вот, где-то его с руки, конечно, не пробьют. Кракеншелта может сработать, помочь с Анкросмешем подрежет урон с руки. Там уже бестмастеру, всему зверю и джиггернауту. Но вот Квапа конкретно, она же максимально будет быстро его стирать. Это у Тайтхантера. Там полторы тысячи здоровья. Брайл, если здорово войдет в драку. Почему БКБ первым артефактом делает себе Брайл? Интересный выбор. Ой, Геракоп. Как же играют на айс, конечно, эти стаки. Вот в прошлый раз Крейзи упустили из виду тролля. И, ну, вы сами знаете, к чему это привело. Вот сейчас опять он купил Доминатор себе и уже там четвертый он отворосал на третью в трочку. Теперь на вторую. Фармится здорово с флэком. Стаки делаются на эншентах. Ну, так быстро джиггернаут не фармит, конечно. Вот он вроде бы уже догнал по форсу, но Геракоптер пофармит сейчас, и джиггер снова уступает там 7-8 сотен голды. Рейденты сами боятся вступать в открытый бой, потому что, ну, все-таки уважают там того же Тайтхантера как персонажа. Можно задайвить, получить реведж в лицо и отлететь всей командой. Энви. Ну, под пятнадцатую разве что пытаются играть, конечно. Телекинезис. Ну, Энви сейчас рор может получить. Баунти забрал, скитер дал мне слэш. А хватит ли урона? Живет, живет, живет. Ну, какой же там прокаст хороший? Ой, все, я не хочу, это же, ну, за что? Ладно, домой, Cloud9. Ну, это же идеалочка, друзья, идеалочка в исполнении Крейзи. Это же просто братская могила на этом спорте. Я хочу реплей посмотреть, я хочу, так, все, я пошел на Twitch. Как будто, как будто в меня Sonic Wave залетело, такие ощущения. У меня все сжалось, я тебе, ну, я бы, у меня все сжалось везде просто, невозможно. Как оно зашло туда, все, вот, Брайл. Я, конечно, хочу на Twitch смотреть повтор. Это самый красивый замес на турнире на данный момент. 5 секунд нет команды Cloud9 в полном составе, они ничего не нашли. Дуэль такая? Дуэль. Джекернаута. Мы не уверены, конечно. А команды ведь рядом нет, Энви. Ракета долетит, но в Blade Fury. Монминдр бежать. После этого коэффициенты нашего партнера просто уничтожают команду Cloud9. 7 с половиной. Гримсовать Монминдр надо. Опа, закинули Энви. Блинка нет. Так. ТПшки нет. Блинка нет. Пилим. Энви Highground, здравствуйте. Третья решающая, нормально. Энвич. Энвич. Причем ведь Cloud9, ну, ультимейты не нажали никакие, но они просто не успели. Их просто стерло. Ой, какая боль. Так, они еще и поиграться с ним будут. Шел Тайтхантер на защиту. Так, защищаем Энви. 16 секунд. Можно пойти базу сломать Энви, пока он там хайк раунд. Эль сейчас сидит такой, господи. За что, да? Да, моментально камбэкнул Скиттер, конечно. Все еще гирокоптер держится нормально по НПО. Но они сейчас просто охраняют Легионку. ГС ТП. Не сбивается до ТП. Легионка. На Тир-1 сделала ТП. Об этом есть клики. Брайл знает. Сам телепортируется в район центра. Они знают, что, да, потрачен на ТП сейчас от Легионки. Он находится на нижней линии. Они давят топ. Они просто давят топ. Пока я это смотрел, я пропустил на ТВЧ фавтор. А я увидел. Ребят, скиньте, пожалуйста, клип. Я вас очень прошу. Кто умеет это на ТВЧ делать, куда-нибудь в контакт, в твиттер. Скиньте клип. Я это буду пересматривать. На Палайдай Атака. Палайдай Томстон поставил. Сулрип долго живет. Где команду, чтобы потянуть. Такого Палайдай стоит подраться. Там Стонни же любит. Прыгут дальше. Сайлент на Титхантере. Шатус трагеров. Мы за 20 минуты, кстати, так не видели. Таймл Ророр. Набывать на ТВЧ. Соник Вейв поздно. Из Кримы туда, да ладно. Татаревый, что хоть один куда-нибудь хоть. Ну, пожалуйста. Заканчивайте. Типлкил для Брайла, Брайл. Квин оф Пейн, да? Разница просто. На контрасте видим вот это все. Одна Квин оф Пейн. Первая клопа. Одна клопа и другая клопа, да. Че там по коэффициентам отношу против прематча? Пора посмотреть. Их нет. А-а. Игра уже закончилась. Рассчитали? Досрочно? После того файта реально можно было рассчитывать. Типа, тут все, ребят, руки вверх. Не, ну объективно, конечно, Титхантер это герой, который мы первый раз видим от Cloud Knight. Надеюсь, что в последний, потому что, ну, рэвиджа ни одного не было использовано. Ни одного. Мизери 7 Мидас ставит. Быстрый закуп. Мидас. Идем в лейт. Ну да, у них герои лейтовые. Это, это правда. То есть, фармить на Герокоптере, Титхантер, Титхантер, Сраптер, все, аганимы какие-то. Закидон был у Крейзи. То есть, еще они это помнят. Я думаю, что Cloud Knight тоже одним глазом могли это посмотреть. Герокоптер, герой, который в лейте может победить. Посмотри, как сейчас так будет. Драку мы так и не видели. Квапа просто наглую заходит, БКБ нажимает, начинает рейс. Нет, нет, дуэли не было. Бьют Герокоптера. Дуэль с Джаггернаутом под Блэд Фьюри. И опять их связывают. Дай рэвидж. Он не дает рэвидж ни одного, потому что под Сайленс мой слэш 20 минут без рэвиджа. Команда просто рассыпается. Вот он. Как же поздно. Ну тут уже оверлевел, оверфарм. В наглую влетели Крейзи. Просто уничтожили всю команду соперника. Пайлайдай, ТП. Монминдер, стоять. Скажет, нет, не скажет, стоять. Жесть. Ну это просто вынос. Вот Крейзи рассердились за вторую карту. Я прям вижу эту злость. Это чисто игровую такую злость. Брайл вот за все. Просто за все. Манки Кинг, который в центре не смог уничтожить Энви. Сейчас на Квапе он уничтожает всю команду, а не только Энви. Один рэвидж мы посмотрели. Лучше бы он их не давал. Пока не было рэвиджа, мы хотя бы интригу сохраняли. Что, может быть, этот рэвидж все изменит. Когда рэвидж появился, мы поняли, что интриги нет уже. Все, зажались на базе. Держимся. 15к летим. Ни одного тимфайта нормально провести не смогли. Счет разрывающий 16-3. Три убийства. Ну, где-то Хизу убили, там дважды Ауи, конечно. Примутрили Клауда. Стоит Хантером с этим. Пожалуй. Еще и в Рубика его пикнули. Не знаю, просто надо было брать ДК на второй и... И нормально бы все было. ДК там... Против ДК бы и Квапа не появилась наверняка. Много вариантов. Брайл, он ВК бы просто нажимает и разворачивается соперником. Ну, почему так поздно? Дуэль, неужели он выживет? Неужели? Прик аут. О-о-о-о! Хелик вард поставить. Почему так поздно дуэль? Почему не спас Дистраптора, который мог ультимейт поставить? Или там КД был? По-моему, нет. Была дуэль. Была, была дуэль. Какой КД? Он в таверне сидел. Ну, малой кровью с другой стороны отделались. Рэйвэджа не было. Они отдали только Дизраптора. Там Соник Вейв был использован. БКБ. От Квапы. Кстати, решение от Брайла купить First Item. А БКБ было хорошим очень. Вот это БКБ позволяет ему играть столь агрессивно, столь нагло. Доминирует над соперником. Он просто прыгает куда хочет. Им вообще плевать. Какие-то нюки. Он понимает, что с БКБ его руками никто не пробьет. А через дуэль, если он БКБ уже нажал, то тоже дамеджа просто не хватит. Логического. Магии не пробить, которая есть, в принципе, в Cloud9. Гирокоптер может Брюстом каким-то образом убить. Ну, а так, да. Правильное решение. Теперь и Орчат есть. Ну, и можно... Можно идти чуть ли не игру заканчивать сейчас. Пока есть Треведж. Пока драка присутствует в Cloud9. Будут, конечно, еще и играть в доту. Постараются, защищаться. Посмотрим. Джекер наут. Не то, чтобы, конечно, супер много шмот. Кинтворс хороший. Но пока это Яша и просто Ultimate Tor. То есть он хочет с Акадисе купить. Не дофарм. Левел, конечно, подрос. Явно скорость атаки. Глиф потратили. Так, ну и попал. Уже Саленс мап завелась. Может нырнуть в любой момент. Просто накрыть саппортов. БКБ есть. Прыгнуть убить Дизраптор, допустим. Чтобы не мешался. Попрыгивает пока назад. Смог. Джекер просто пилит. Пилит вышку. Выходит, Гирокоптер нагоним себе на фарминге. Наконец-то он вышел в вражеский лес. Блинкдаггер у Тайтхантера. Ну вот он, момент неожиданности. Как-то зайти, подловить. Может быть, дать идеальное комбо. ТП интересное. От Клопе. Гирокоптер здесь делает телепорт. И сбить нечем, Попе. Нечем сбить. Пошел бы Рубик пораньше. Он бы телекинезис дал. Вариант был интересный. Ну просто минус линия. Да. Минус целая линия. И можно продолжать. Все для этого есть. Aegis есть. Обожаю наш чатик ночной. Там пишут. Только интернет залагал. Возвращаюсь. И комментатор говорит. Это был лучший момент на турнире. Это дефолтная, кстати, ситуация. Пропустил. Или клип, да. Или клип кидает. Клип кидает. Спасибо большое, друзья. У меня пару сообщений ВКонтакте. В личку я вижу на Твиче прислали тоже. Респект, ребят, чтобы клип скинули. Потом куда-нибудь его закинем. И вы посмотрите тоже. Ну что, вот он смог последней надежды от команды Cloud9. Выйдем. Блэйд Мэйл Лиги. Ну, Блэйд Мэйл Энви. Это классика жанра. Когда ситуация такая, только такой артефакт может помочь. Aegis заканчивается. Именно под окончание Aegis как раз пытаются выйти ребята из Cloud9. Ну, позицию заняли, конечно, Крэйзи хорошую. Они на пригорке. Скан, да, знает Крэйзи, где находится соперник. Вард на варде, чтобы просветить. Немножко Курьеры полетели. Ну, вот спину выйти в ау и быстренько забрать через дуэль. Легионку нашли. Легионка. Глеймс. Иулл поднимает себя. О-о-о. Томстоун ставится. Правда, статик шторм неплохо. Дуэль. Клопан хэкграунд запрыгивает. Вард сносит. И Томстоун. Быстренько. Праймал Рор. Теперь в легионку. Бить. Герокоптер. У меня слэш пидовый. Исчет герокоптера. Да, герокоптер. У меня слэш работает до сих пор. Соник вейв. Энви. Без шанса. Тут просто не хватает. Остаются спорты. Их на десерт. Нос пять. Трипл килл байс китер. Сдаемся. ГГВП. 2-1. Cloud9 вылетает с этого турнира. Ребята, it's crazy. Идут дальше играть против Thunder Predator. В финале лузеров. И будет это завтра, дорогие друзья. Мы завтра посмотрим, как обычно, два матча. TP против Crazy. И, конечно, суперрубку. Quincy Crew против EG. Такой, конечно, еще большой вопрос. Где именно будет суперрубка? А в каком из этих матчей? А может быть и там, и там. А может быть и не там, и не там. Рубки не будет. Ну, в этой карте, как конкретно, конечно, одна команда просто поглотила другую. Ну, все вот свершилось на том самом первом файте. Там уже просто стало все понятно. Что у Cloud9 не получилось. И Crazy здорово подновили соперника. Поэтому такая эффектная точка получилась. В рамках данного противостояния. Crazy все-таки оказались сильнее, чем Cloud9. Там осталось четыре команды, друзья. Еще два дня, еще две ночи. И проведем мы вместе с вами, вы вместе с нами, соответственно. И определим гранд финалистов и, соответственно, чемпионов. Чемпиона этого турнира. Так, ну, сегодня закончили явно пораньше, да? Вчера в 7 утра, а сегодня в 4 утра. Явно пораньше, больше времени. Так хорошо на душе сразу стало. Что можно поспать, наконец-то, по-человечески. Да, друзья. Но мы вам, конечно, на долго спать отправляться не советуем. Потому что совсем скоро, конечно же, Рухаб снова подрубит. И уже аж через 2 часа DPL CDA Лига с кучей китайских матчей. Retail Lost будут для вас комментировать. Проснуться потом Force Lex покажет вам BTS Pro Series. Там тоже, кстати говоря, уже финальный матч. Они чуть быстрее идут. Нет, они так же идут. То есть мы вечером начинаем. У них утром день начинается, у нас вечером. Та же самая стадия у них. Ну, они раньше просто потому, что у них день раньше начинается. Да, да, да. Внатик TNC там супер дерби. Вот что я вам советую посмотреть. Это всегда заслуживает внимания. Первый раз они сыграли в группе 2-1. Внатик победили. Ну, то есть там тоже будет борьба. И на жизнь. Слушай, вот у нас важный момент, который нужно рассказать. Завтра, друзья, мы стартуем раньше. Не в 23.00 по Москве, а в 20 по Москве. То есть у нас не будет... Что ты мне это сказал? Да, потому что я сам только что увидел, я убедился. Я не уверен, что у нас расписание правильно. Но пока в нашем расписании, что в 20 начало первого матча, 23 второго матча. То есть мы не будем всю ночь сидеть. Мы с вами просидим глубокий вечер. До полуночи, скорее всего. Вот, поэтому имейте в виду, завтра чутка пораньше ворвемся в эфир. Затем все. Спасибо, что смотрели. Спасибо за ваши сообщения в чате. Спасибо за ваши клипы, рофлы и все остальное. Скитер, кстати, написал в Твиттере сейчас. Минуб. Не знаю, почему я написал. Минуб. Окей. Для вас работали адекваты Морталис. Каждую ночь, каждый вечер мы с вами, друзья. Еще ближайших два дня точно. Подписывайтесь на соцсети. Желаем вам спокойных сновидений. Или доброго утра. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok